Пока в коридорах школы пусто. Все ученики догуливают оставшиеся дни каникул. А вот педагоги активно готовятся к встрече, изучают новые методики и повторяют уже отработанные материалы. В это же время, чтобы обучение детей проходило в полной безопасности, школу проверяют сотрудники МЧС. Система сигнализации и дымоотведения, пути эвакуации и пожарные шкафы. Все это попадает под пристальный взгляд инспекции пожарной безопасности. С этого года она работает отдельно от комиссий по приемке школ. Совместно с прокуратурой города Иркутска проходят проверки учебных учреждений в рамках подготовки новому учебному году. В этом формате проверяются работоспособность систем противопожарной защиты, проверяются наличие первичных средств пожаротушения, а также подвездные пути к образовательным учреждениям. Все выявленные нарушения сотрудники МЧС передают в прокуратуру города. С начала года по результатам более тысячи проверок к административной ответственности привлекли 263 организации и почти столько же должностных лиц. К слову, именно от действий персонала во время чрезвычайной ситуации зависит эффективность эвакуации, а значит и безопасность детей. Мы придаем этому большое внимание, то есть не реже одного раза в квартал проводятся учения с участиями в том числе и обучающихся, и работников школы, на которых отрабатывается порядок действия и порядок, ну так скажем, обеспечения защиты наших учеников, что мы для себя считаем основной главной целью. Во время этой проверки никаких нарушений не выявили, но, к сожалению, такие результаты не у всех школ. Чаще всего инспекторы находят проблемы в работе систем оповещения и сигнализации. Также отмечают и ненадлежащее состояние пути эвакуации. Все недочеты школы должны исправить в кратчайшие сроки. Плановые противопожарные рейды в образовательных учреждениях будут проходить на протяжении всего предстоящего учебного года. Иван Губин, Константин Синицын, АИС-ТВ.